МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В общем, канал-то у нас, как продекларированный рок, но мы иногда стараемся касаться различных тем. Вы помните, мы о книгах говорили и будем говорить, приглашаем иногда различных людей интересных. Но многие уже на протяжении двух лет говорят, почему вы не рассказываете о группе NXF. Ну, NXF как бы немножко не наши ориентиры, но, смею вас заверить, была пора, когда, несмотря на некоторую ортодоксальность и категоричность мышления в юношеском возрасте, только тяжелая, только тяжелая. NXF, в общем-то, зашел на ура. И сегодня, в эти августовские дни, есть повод вспомнить эту группу, в основном вокалистом Майкла Хатчинса, лидера группы. Почему? Потому что 16 августа 1977 года, даже это документально зафиксировано, эта группа была создана. NXF это аббревиатура от английского NXF, в излишке дословно. В общем-то, взяли они это за основу. Ну, и в излишке, так и в излишке. Конечно, группу музыкальную, идейную, всегда составляли братья Фарисы. Их трое было в группе всегда. Они были у стоков. И группа называлась-то изначально не NXF, Сафарис, Браза с NXF стали чуть позже они называться. Братья Фарисы. Ну, это были братья, примкнувшенные к ним, в том числе и вокалист. Гениальный фронтмен. Иногда на уровне мне вообще было непонятно. Действительно, человек с дьяволом внутри. Майкл Кайлан Джон Хатчинс, полностью его имя. Рожденный 20 января 1960 года в славном граде Сидней, Австралия. Папа бизнесмен. Мама с ирландскими корнями. По миру помотала. Пожила в Гонконге в детстве. 12 лет уже застолбились окончательно в Австралии. Там в школе он и схлестнулся с братьями. Варисами, с которыми, в общем-то, создали они первую полулюбительскую группу, которая играла все, что хочешь. Интересный там подбор. Как вспоминают, это Тотиса Рейдинга, Дуби Бразерс, Ди Пёрпл. Ну, все, в общем. И Соулы, и Фанки, и Харды. Кстати, это все и создало тот неповторимый колорит в будущем, которым всегда отличались НХС. У них это смешение стилей, тотальная эклектика, плюс, конечно, харизматичность Хатчинса, его сексуальность, его напор, его дерзость. Создали ту славу группе. Первый альбом вышел, тогда они уже, в общем-то, в Австралии отметились в 80-м году, они его так и назвали НХС. Альбом 82-го года уже занял 46-е место в хит-параде Билборд. Альбом 85-го года уже пошла раскруточка группы. 11-е место, это очень хороший результат для австралийской группы. Ну, и, конечно, прорыв произошел у них с альбомом Кик 87-го года. Это шикарная пластинка, вчера переслушивал, ну, просто ой-ой-ой, хит за хитом, нашпиговано. Но мы как раз вам рекомендуем, если альбом этот вам попадется в скорости, послушать там песню, нехарактерную для драйва и напора альбома, называется она Медеет. Там что-то, вот вы знаете, есть такое пульсирующее, то, что как раз, в общем-то, и отличало всегда InXS. Хотя лучшие их боевики, это, конечно, подача, напор. Выдающаяся группа. Альбом Кик – это третье место уже, миллионные продажи, сумасшедшие везде встречи, концерты. В общем-то, ну и, естественно, слава. Слава, которая свалилась на Майкла Хатчинса. Пошли его многочисленные любовные романы. Кого там только в списке не было. Из известных персоналей, скажем, и Кали Миновк, известная австралийская певица, вам наверняка знакомая. Пола Ец, Хелен Кристенсен, модель, Много чего. В общем-то, парня зашатало, пошел в разнос. Плюс, к сожалению, врожденная, видать, привычка к алкоголю, алкоголизм с применением попутно различного вида зелья. И поспособствовало тому, что Хатчинс просто потерял ориентиры. Просто потерял. Выпусти в альбом X, X прорывный в 90-м году, где вот, как поговаривает открывашка, Suicide Blonde, посвящена Кали Миновк, говорили, в общем-то, альбом очень хороший. Там, ну, шикарные хиты. Просто, вот, помимо Suicide Blonde, By My Side, одна из любимых песен у нас. Послушайте, если вот, многие, извините за выражение, фыркали от NXS, но сейчас-то ты понимаешь, что это был выдающийся поп-рок. Просто ударный. И, конечно, не могло это не сказаться, затмение в голове на Майкель Хатчинсе, пошел иногда перебор. Хотя, звездный момент, конечно, был в июле 91-го года, когда на Уэмбле в Лондоне собрало 70 тысяч поклонников группы, был концерт сумасшедший, это задокументировано. В YouTube, кстати, очень приличное количество материала об NXS, посмотрите, в любой форме. Ну и, конечно, еще раз повторимся, не выдержал испытания славой Хатчинс. В Копенгагене в 92-м году, во время прогулки с тогдашней подружкой Хелен Кристенсен, у него случился инцидент, с таксистом чего-то повздорили, конечно, Хатчинс был немножко не в том состоянии, чтобы рассуждать резво. Произошла вспылка, драка, в общем-то, у него были проблемы с головой, лечился он в больнице, и после этого говорят, что понесло. Начал чуть ли не кидаться на членов группы, в общем-то, потерял обоняние, ну, весь комплекс. Но, тем не менее, в 92-м году вышла хорошая пластинка, в 93-м одна из наших любимейших, Full Moon, Dirty Hats, где в одной из песен Please подпел никто иной, а как сам великий Рэй Чарльз, на одноименной песни Криси Хайндерс, Претензер, здорово подпел, вообще пластинка классная. Она вот нашпигована вот этими еще новомодными штучками, конечно, в Англии вообще пошла на ура, но штаты немножко не приняли, им все кик подавать. А вот Англия с удовольствием, Британия INXS очень любила и любит. Как и альбом 97-го года Elegant Wasted, это фактически последняя пластинка Хатчинца, потому что 22-го ноября 97-го года под Сиднием в районе Даблбэй в отеле Ритцкартон номер 524, конечно, все это зафиксировано, обнаружили утром его. Труп. В общем-то, ну, стандартная формулировка. Все думали, выдаватель за суицид, да, признали это суицидом. Накачанный был безобразие всем подряд, накануне были друзья, под утро уехали, но эта вся схема одинаковая. Вот точно, что дьявол изнутри, видать, он не давал паркура Хатчинцу. После ухода из его жизни NXS пытались воспрять, но это, конечно, был не тот NXS. Там много народу попело и участвовали. Джимми Барнса приглашали, хорошего, вот, австралийского вокалиста, который мы рассказали на нашем канале, но это все было не то. Конечно, харизму Хатчинца не затмишь. Вот он напоминает какой-то, вы знаете, удивительный замес из Джима Моррисона, моментами Элвиса Пресли, момента типичный Глэмстер, постпанкер, там было все. Конечно, диапазон его голоса очень хорош, его работа на сцене очень хороша, думается, да и не думается, он сам это признал, конечно, Роллинг Стоунс, на него сильно повлияли, а именно Мей Джаггер своим поведением, на сцене, манерой, ну и, конечно, звездностью, там был через меру стар в голове, не выдержал, не выдержал, но, тем не менее, как его начнешь слушать NXS с Хатчинцем, и понеслась, New Sensation, Mystified, Devil Inside, Suicide Blonde, Mediate, Ну, не Ди Ту Найт, в общем, все что угодно, посмотрите, и клипы классные, как раз повезло группе в чем, что она попала в пику НТВ, начало 80-х годов, конечно, это была сильнейшая раскрутка и подача, принимали группу на ура, это была очень мощнейшая реклама, и группа была в струе, но, тем не менее, вот мне самому было интересно, накануне выпуска этого ролика, переслушал NXS, зашел аж, мама не горюй, здорово, все очень и очень прекрасно, вспомните Хатчинца, послушайте, прекрасный поп-рок, ударный, заводной, иногда, конечно, заставляет задуматься, чуть ли не всплотнуть, баллады, очень уж разрывающие попадаются, поэтому, слушайте хорошую музыку, спасибо за просмотр, будьте здоровы!